В этот день 26 июня 1698 года В Вену приехало Великое посольство Во главе с государем Петром I 26 июня 1940 года Была выдана нота румынскому послу Относительно передачи СССР Бессарабии и Северной Буковины Вскоре в СССР появится новая Молдавская ССР 26 июня 1941 года Советский летчик Гастелло совершил Беспримерный подвиг, направив Горячий самолет в скопление фашистских Автоцистерн и танков 26 июня 1995 года Священный Синод утвердил орден Святого мученика Трифона Им награждаются люди, внесшие весомый вклад В борьбу с алкоголизмом, наркоманией Другими социальными недугами В этот день 26 июня родились Агриппина Ваганова, русская балерина и педагог Ее имя носит Петербургская академия балета Великая княжна Мария Романова Третья дочь императора Николая II Владимир Мотыль Кинорежиссер, он снял многими Мой любимый фильм «Белое солнце пустыни» Павел Беляев, летчик-космонавт, командир корабля «Восход-2» Павел Беляев родился в деревне Челищево В Вологодской области в семье фельдшера По воспоминаниям его учителей Именно в школе он загорелся мечтой о космосе На уроках астрономии услышал про звездное небо И сказал «Хочу увидеть звезды, посмотреть, что такое наш космос» По словам одноклассницы Павел мечтал стать летчиком Все знали, что он несколько раз писал заявление В летную школу, а школьный друг Беляева Воспоминал о его мечте Об авиации мы знали только по книгам и рассказам учителей О дальних перелетах Чкалова, Громова О полетах советских летчиков на север Павел любил научно-фантастическую и приключенческую литературу И был очень настойчивым Внутренне дисциплинированным Упорным в достижении цели В самый разгар войны, в 1944 году Павел поступил в Ейское авиационное училище И блестяще его окончил Сейчас, кстати, это училище носит его имя С немцами повоевать не успел Но в составе 38-го гвардейского авиаполка Участвовал в Советско-японской войне Причем умудрился освоить 8 типов самолетов От У-2 до МиГ-17 В 1960 году он был зачислен В отряд космонавтов В ту самую знаменитую группу ВВС номер 1 Беляев выделялся Ветеран войны Среди коллег был самым старшим по возрасту По званию майор, да еще командир эскадрильи Его профессионализм и опыт ценили высоко Юрий Гагарин в одном из интервью Рассказывая о первой группе космонавтов В звездном городке говорил Были среди нас два товарища К которым с первых дней все мы относились С особым уважением Владимир Михайлович Комаров И Павел Иванович Беляев Вот так по имени отчеству В марте 1965 года Беляев стал командиром корабля Восход-2 Во время его эпохального полета Напарник Алексей Леонов Впервые в истории вышел в открытый космос Причем при посадке Из-за отклонений в работе систем Беляев вручную сориентировал корабль и включил тормозной двигатель До него никто подобных операций не совершал Приземлились с приключениями в глуши Пермской области Газета «Известия» цитировала Беляева «Приняла нас земля мягко Корабль опустился между двумя большими елками Сели в глубокий снег Он начал оседать под тяжестью корабля Открыли люк, вылезли, осмотрелись Кругом большие деревья, снег глубокий От полутора до трех метров По снегу зайчьи лисии следы» А друзьям Алексей Леонов рассказал неофициальные подробности Температура понизилась Мы сняли скафандры, выжали белье Спороли экранно-вакуумную изоляцию Обмотались фольгой И обвязались тропами от парашюта Выглядели, как две сосиски Как ночевали, не знаю Когда нам пришли, откуда-то взялся огромный котел Нагрели воды И представьте картину Лес, космический корабль и два голых человека Сидят и греются в этом котле Роль Павла Беляева как командира корабля в этом полете огромна Он руководил операцией Справился с семью авариями на борту Без связи с землей С отказавшей системой навигации Опытный пилот Беляев Первым в мире провел ручное управление посадкой Да еще прошел проверку тайкой В 1969 году у Беляева обострились проблемы со здоровьем Врачи сделали ему сложную операцию И вроде бы сумели поставить на ноги Но неожиданно развились осложнения И его не спасли Вскоре Павел Беляев умер Похоронили его в Москве На Новодевичьем кладбище Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова